Потом я это все оторвала вместе с краской, и теперь не очень красиво, но я больше не разрешаю. Вот я просто ходила и, можно сказать, материлась в икее на вот эти вешалки. Это сверху чехол какой-то? Но, честно говоря, я бы не рекомендовала. Ну, это так называемый подиум. Получается, что спим на возвышении. Всем привет! Продолжаем смотреть, как живут другие. Сегодня я нахожусь в трехкомнатной квартире в 73 квадратных метра. Видео назад я показывала кухню, объединенную с столовой зоной, и сегодня мы идем по остальной квартире. Нравится смотреть, как живут другие? Тогда оставайтесь со мной. Для тех, кто не видел Галю, в прошлом видео я показывала ее кухню-студию, и сейчас мы находимся в остальной части квартиры. Это спальня. Сразу смотрите, ребята, какая высокая кровать. Пойдемте про нее расспрашивать. Ну, это так называемый подиум. Это мы так его называем, потому что получается, что спим на возвышении. Сначала мы хотели его просто сделать деревянным. Строители сказали, так, ребята, если вы будете делать деревянным, вы очень скоро обнаружите, что все это под вами скрипит. Поэтому там металлическая основа есть. Это мы ездили на строительный рынок, выбирали этот брус. Вот, я могу сейчас открыть и показать. Давай заглянем, да, мне прям интересно, что там внутри. Потому что внутри у нас пространство для хранения. Ух ты, круто! Даже могу включить. И свет есть. Прекрасно. Ну, это, кстати, вообще решение такое, когда велик там, вот, я вижу. И здесь хранится вся одежда не по сезону. Да, здесь обувь, одежда, транспорт мы туда убираем. Класс! А подставочка, что это за такой секретик? Даня, это обычная табуретка из Икеи. Просто сначала, когда мы купили квартиру, ипотеку мы ее покупали. И, собственно говоря, у нас здесь мебели не было. Мы уже переехали, ту квартиру продали, а здесь было все в процессе. Поэтому мы купили эту табуретку и думали, что ребенок будет сидеть, вот, использовать. А потом получилось, что удобно ее, как лесенку, использовать, действительно. То есть по ней ребенок забирается? Да, да, да. Ну, я смотрю, что у вас тут немножечко недоделано. Да, недоделано. Здесь мы хотели потолки доделать, свет провести. То есть вот эта комната, к сожалению, еще вот в стадии некоторого ремонта. Шкафом что отгорожено? Явно же зонируете? Изначальная идея была здесь делать стенку. Решили, что не так просто это будет потом все заканивать. Если мы будем делить комнату, именно делать как комнату, в жилых комнатах положено, чтобы было окно. А вот окно получается только с этой стороны. Решили, что будет достаточно поставить шкафы. Единственное, что вот тоже не обыграна вот эта сторона. Не доделки. Но с той стороны все красивее. Пойдем туда заглянем. Ну, верх вы планируете так же доделать, как и там Лофтово, да? Планировали, что вот эта зеленая полоса, которая идет, здесь будут такие же кирпичики. Ага. Вот, откуда она вообще взялась? Дело в том, что вот этот шкаф мы на прошлой квартире делали встроенный. Под высоту, которая была и на полосе. Поняла. И когда мы переезжали, мы поняли, что нам здесь не хватает очень как раз шкафа и денег тоже. Вот. И задались вопросом, нельзя ли его перенести. Мы поговорили с рабочим, они говорят, да, что мы его сейчас разберем, а здесь соберем его вам заново. Там внутри получилось не так удобно, как было на прошлой квартире, ну, потому что здесь планировка другая. И получилось, что по высоте. По высоте вот они нам надставили. Это на самом деле, ну, вот, фальш-зон такая получилась. Гарь, у тебя сзади за спиной кровать, но она не кровать. Объясни мне, пожалуйста, что это? Это рабочее место, потому что здесь у нас вот эта часть производственная, склад, то есть вот эти шкафы, они к нам, как к нам, не имеют отношения. Там у нас склад продукции, футболки, толстовки, банданы, сувенирка. Да, ребята делают вот этим станком надписи на футболках, поэтому если вы вдруг думаете, кому что нужно сделать, вот, пожалуйста, у них есть сайт, на котором вы можете заказать себе футболку. Да, это печать с термопленкой, но прежде чем напечатать, нужно откуда-то взять рисунок. Рисунок режет режущий плоттер, потом стоит у нас там наверху. А, все понятно. Вот, я забираюсь там по лесенке, отправляю на риску, а потом уже внизу здесь можно печатать дальше. Классно. Ну и рабочее место, компьютер. В общем, мы вам показали комнату, немного недоделанную. Я прошу, опять же, не хейтить, не писать о том, что как это невозможно, вот просто человек реально нас впустил. Идем дальше в детскую, там все прекрасно. По дороге идем в санузлы. Саму комнату, вот эту вот прекрасную комнату, большую зону для тусовок, гостиную, вы можете посмотреть в отдельном ролике, не пропускайте. Переходите по ссылкам, которые я оставлю внизу под этим видео. Так, это туалет. Ну, туалет самый простой. Ну и то, я вот вижу сразу, что у вас гигиенический душ. Круто. На самом деле, я вот второй раз только встречаю, в прошлый раз не так давно встретила. Это же на самом деле удобно, реально, и делать не так сложно. Да, особенно, когда в доме есть ребенок, которому каждый раз, когда тебе нужно помыть руки, он уже находится в ванной. То есть мы здесь еще просто этой раковиной пользуемся отдельно от туалетов, когда бывает необходимость. Ну, тут все понятно, да, на самом деле. Ну, понятно, да, здесь просто шкафчик маленький. И что там во втором? Ну-ка, давай заглянем. Нет, на самом деле, я вам раскрою секрет, я уже заглядывала туда, и я знаю, что я сразу сейчас спрошу. Нет ванной. Да. Вот. Вот есть такая душевая кабинка. На прошлой квартире у нас была ванная, Ариша у нас родилась, когда мы еще жили там. Вот. И тут встал вопрос. То есть, понятно, что полноценная ванная вместе со стиральной машиной, ну, то есть вот сложно. Конечно, не вмести, не впихуемо. Да, вот тут вот стояк проходит, труба. Может, не закликнуть. Да, есть такой угол, то есть в этот угол ничего не задвинуть. Ага. И полотенцесушитель, то есть вот я искала самый-самый узенький, вот нашелся вот он такой, потому что все они обычно гораздо более большие по ширине. Вот. И Алешка сказал, что вот как здорово, когда есть кабинка, потому что можно забежать принять душ, не напрягаясь, можно там посидеть, если захочешь. Вот. И дальше у нас встал вопрос, мы обнаружили, что ребенок у нас боится звукопадающей воды, ударяющейся о дно этой кабинки. Шум просто, да. То есть вот кабинки, которые попроще, у которых маленький бортик, вот не подходил вообще никак. То есть здесь можно набирать воду. То есть она у нас иногда просто просит, я хочу покупаться, поиграть с игрушками. То есть здесь для нее пространства пока хватает. Набирается вода, она там сидит как в ванне. И еще ей нравится, что можно дверцы закрыть, что можно свет включить, что можно радио. Да, музыку. То есть вот здесь вот тоже свой интерес. Все удовольствия, 33 сразу. Так, и очень маленькая раковина такая. Ну понятно, что пространство ограничивает, куда деться. Тоже, наверное, Икея, да? Да, это тоже Икея, но, честно говоря, я бы не рекомендовала. То есть здесь получается как? Вот человек, который подходит, вот, например, чтобы умыть лицо, нужно ее засунуть под шкафчик. А, поняла. То есть здесь мы немножко недодумали. И, конечно, тоже разбрызгивается. Из-за того, что она маленькая, брызги летят. Раковина, конечно, здорово, когда она большая. Ну, в принципе, кстати, сюда бы влезла, вот, да? Здесь раньше у нас стоял еще где-то месяц назад стул маленький. Потому что Ариша не доставала, она приходила, вставала на стул, чтобы можно было ей вот мыть руки. Да, сейчас немножко пространства прибавилось. Машинка стиральная. А где вы все сушите? Посушим мы везде, где придется. У нас там отдельной сушилки, к сожалению, нет. На самом деле надо бы купить. Так, ну что, идем в детскую? Эти лампочки, которые мы для ее специально делали. Ага. Чтобы когда она ночью проснется, испуганная и захочет добежать до нашей комнаты, она могла включить себе свет. Ага. И здесь как ночничок. И пробежать уже туда. Ну, классно. И дополнительно интим создается. Так, площадь детской 10 квадратов, да? Да, примерно. Вот, кстати, смотрите, балкончик. Малюсенький, удобненький балкончик, ничего лишнего. Смотрите, сделан тоже, мне кажется, вполне удобно шкаф. Уместили, опять же, эти икеевские полочки. Тут какие-то коробки, места хранения. Все очень так симпатично смотрится за счет того, что все в коробках спрятано, не хлам. Картина, опять же, мандрян. Ага. Да, класс. Так, ну и детская. Я смотрю, вы любите вообще эти ячейки икеевские? Мы сначала покупали целенаправленно, а потом нам достались вот эти стойки, несколько штук с выставки. То есть на выставку их закупила компания, несколько дней они использовались там хвостом, гривом. Потом их надо было куда-то дать. Соответственно, их по дешевой цене распродавали, мы их забрали себе. Не, нормально, как бы у меня тоже такая же, вот как раз-таки для детских игрушек это хорошее решение, такое удобное. Интересная кроватка. Это сверху чехол какой-то? Оно шло в комплекте? Не в комплекте, отдельно покупается. Опция дополнительная. То есть здесь дверь. На обычную кровать можно докупить, да, в какой-то компании? Да, это тоже икеевская кровать. Ага, икеевская насадка эта. Тоже икеевская? Да, это все одно. Там спальное место, да, можно книжки почитать? Ну, Мариша, да, сначала у нас спала наверху, а вот сейчас последние пару недель она спит. Вниз у нее здесь ночник, ключок. Ага, прикольно. Такой своеобразный блокаут тут создается. А я вижу, что вы разрешаете клеить наклейки на дверь. Это так мило на самом деле, правда? Ну, правда, у нас тоже были попытки клеить на стену, потом я это все оторвала вместе с краской, и теперь не очень красиво, но я больше не разрешаю. Ну, у нее были попытки клеить наклейки с той стороны, и тогда мы, значит, решили договориться, что, Мариша, с этой стороны двери ты делаешь все, что хочешь, наклеиваешь, разрисовываешь, но ту сторону ты не трогаешь, потому что там живем мы, там общее пространство, вот, и, конечно, вот этих пятен не хотелось бы, но там есть у нас один ящик, который тоже весь заклеен, вот, уж разрешили. Ну, зато сразу видно, что там детские игрушки, по-моему, лежат. Так, и это шкаф для хранения, ну, всех вещей, да, которые есть? Ну, здесь у нас одежда, то есть это, чтобы она у нас сама достала. Сама достает. А вверху просто убрать... Подожди, подожди, не закрывай. Скажи мне, пожалуйста, вот я просто ходила и, можно сказать, материлась в Икее на вот эти вешалки, которые именно так расположены. Это удобно? У нас во взрослом шкафу тоже есть, потому что у нас там очень узкий шкаф, если их располагать, как обычно, вот, вешалка не влезает по площади, а здесь мы просто подумали, что для ребенка вполне все подойдет. Она у нас любит поперебирать это все, не знаю, ну, любители. Угу, поняла. Меня устраивает. Так, а что у вас за такие обои прикольные? Ну, обои просто, да, они прикольные, их можно рассматривать. Раскрашивать, я вижу, их можно, кто-то пытался уже. Да, ну, это Ариша у нас, то есть она когда была совсем маленькая, она, видимо, еще вот побаивалась что-то делать, поэтому я смотрела, одна собачка раскрашена, другая собачка, там есть. С той стороны, там, розыгрыш. А, тоже, да, пошел процесс. Деревья. Она уже сейчас не помнит, она меня тут спрашивала, мама, кто это делал? Я говорю, ну, это ты, когда была помладше. Потому что, конечно, взять фломастер или краски, это было гораздо интереснее, но мы эти обои покупали специально вот с прицелом, что можно. А где покупали? В карауте мы покупали. Вот такой вот удачный вариант, я так считаю. Светленькие. То есть, пока они раскрашены, они хорошо выглядят. А будут раскрашены, я не думаю, что они сильно потеряют в своей прекрасности. У меня сразу вопрос. Ребята, пишите ниже в комментариях, вы разрешаете детям вот это вот все? То есть, рисовать на стенах, клеить наклейки, все остальное. Мне просто интересно. С одной стороны, это вроде как развивает ребенка, но с другой стороны, ну, детское-детское, а дальше уже какие-то должны быть правила. Короче, я не очень разрешаю. Как вы рассказываете? На этом все. Нужна футболка? Переходите к Гале в Инстаграм и задавайте ей там все вопросы про квартиры, про футболки, и так далее. Ниже здесь не забывайте писать комментарии, участвуйте в конкурсах. И, конечно же, подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить новые классные ролики. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok